Праздники, октябрьские больницы, можно сказать, работают сверх плана. Что ни минута, то новый пациент. В этом плане самая насыщенная смена у врачей травматологического отделения. В основном пострадавшие доставляются сюда. При необходимости их срочно госпитализируют в реанимацию, а то и в родильные отделения. Так, в выходные в травматологическое отделение областной БСМП среди прочих пациентов была доставлена беременная женщина. Разливая чай гостям на праздники, она получила ожоги. Во время обработки ран у нее начались схватки. В травмпункт БСМП поступило 167 человек. Из них в алкогольном опьянении поступили 19 человек и трое человек с дорожно-транспортными травмами. 11 человек мы госпитализировали в травматологическом отделении с различными переломами верхних и нижних конечностей. Из 11 человек у нас поступила одна пациентка с комбинированной травмой. Контакт на термический ожог верхней конечности и беременность 37-39 недель, у которой в отделении начались схватки. Мы ее перевели в роддом и 3 мая она родила. Не менее беспокойно было и в нейрохирургическом отделении. В выходные здесь даже делали трепанацию черепа одному из пациентов. Байкер упал с мотоцикла. В итоге у него образовалась гематома в мозгу. За праздничные выходные дни, первое, второе, третье, в отделение поступило в общем количестве 20 человек. Из них четверо с заболеванием. 16 человек с черепно-мозговой травмой. Характер травмы, двое из них ДТП, автодорожные травмы. Один падение с высоты и двое избитых. И одна мотоциклетная травма. На сегодняшний день в отделении реанимации находятся трое больных. Состояние тяжелое. Все в послеоперационном периоде по поводу гематомы. Состояние их стабильно тяжелое. С не меньшим беспокойством медики готовятся к 9 мая. Есть опасения, что первые пациенты, заранее приступившие к празднованию Дня Победы, начнут поступать уже 7 мая. В связи с этим медики просят октябинцев быть крайне осторожными, особенно на дорогах и за столом. Отмирал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт». Продолжение следует...